Приветствую народ, с вами как всегда канал Деньги в Интернете и сегодня мы продолжаем тему заработка на чеках. Расскажу я вам еще про несколько приложений, которые позволяют получать кэшбэк с чеков. Давайте начинать. Я вчера наткнулся на канал одного парня и сразу решил, что нужно рассказать про него вам. Он ушел с наемной работы и решил провести крышесносный эксперимент на YouTube. Он поставил себе амбициозную цель заработать на автомобиль в интернете почти с нуля. Но не просто заработать, а показать весь процесс заработка в прямых эфирах на своем YouTube-канале. Он стримит почти каждый день уже более 4 месяцев. За 2 месяца торговли валютами у него на балансе вышло 5500 долларов. И за эти деньги он купил свою первую, хоть и простую, но машину. Если вам интересно узнать, как он это сделал, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на его канал. Он стримит каждый день, а также записывает обучающие ролики о том, как вы можете повторить его результат. Следующая его цель купить Chevrolet Camaro до нового года. Ссылка в описании. Напоминаю вам, если у вас имеется вот такой вот чек с QR-кодом, то вы можете зарабатывать деньги, сканируя эти чеки в различных приложениях. Вам будет начисляться кэшбэк с различных товаров. Например, вы купили банку Кока-Колы и с нее вам капнет рубля 2-3. Под прошлым видео вы оставили много интересных комментариев. Мол, можно ходить в магазин, в мусорках собирать эти чеки, как-то еще выкручиваться и таким образом зарабатывать. Да, в принципе можно, но стоит понимать, что есть некоторые ограничения. Например, раз в 24 часа можно сканировать один чек. Следовательно, если вы находите где-то чеки, то нужно выбирать вот такие вот длиннющие, огромные чеки, чтобы много товаров было. Или, например, точечно смотреть. Сейчас объясню как. Например, в приложении InShopper есть вот такой товар. Спускаемся. И вот, кэшбэк целых 700 рублей, вот 650 ниже 600 за корма для кошек. Следовательно, если ваши знакомые работают в зоомагазинах, или вы подкараулите соседку, у которой много кошек, и она отоваривается различными товарами, то можете попросить у нее чек и получить вот такую денежку. Причем неплохую, 700 рублей, 650. Это отлично. Если ниже посмотрим, то можно вон с кофе получить 250 рублей, 340, 160, сменные кассеты для бритья, вот, джилет, всякое разное. Это приложение называется InShopper. Работает оно точно по такому же принципу. Нажимаем сканировать код, появляется вот такое вот окошечко, подносим этот самый код, и все, чек отсканирован. Сейчас написано отклонен, потому что я его уже сканировал. В данном приложении товаров немного, но кэшбэк с них начисляется ощутимый. В Круто также начисляются деньги, все в порядке. Пополняются новые товары, 5% на кэшбэк сранцев Эрих Краузе, Вины появились. Если у вас еще не установлено это приложение, можете в нем зарегистрироваться по ссылке в описании. При регистрации введите код 733727, и получите немного денег на свой баланс. Третьим идет приложение Едодил. Про это приложение, как и про InShopper, я еще вам не рассказывал. Оно достаточно функциональное, здесь написано, как близко находятся магазины, в которых вы можете получить специальные чеки с QR-кодами, где находятся скидки, какой кэшбэк присутствует. Все вот так удобно разделено по категориям, даже рестораны присутствуют. Давайте перейдем в раздел кэшбэки, и посмотрим, какие товары присутствуют, и сколько за них начисляют. Кстати, на балансе здесь у меня 30 рублей, один чек просканировал, ну и на этом остановился. Можем, кстати, провести эксперимент. Сам товары я покупать не буду, найду где-нибудь чеки, и посмотрим, какой с этого выхлоп будет. Давайте соберем, ну, 500 лайков, и тогда сделаем такой ролик. Теперь смотрим товары. Майонез слабода. В зависимости от потраченной суммы на майонез, нам начисляется определенный кэшбэк. Если мы купим пачку майонеза за 65 рублей, нам 10 рублей прилетит обратно. Если у нас новогоднее застолье, майонеза много, покупаем его на 200 рублей, 50 рублей прилетает. Конфеты Рафаэлка, 950 рублей, 140 прилетает. Все здесь интуитивно понятно, можете тоже посмотреть. Вот, допустим, пиво Балтика, 70 рублей. Сканируем чек, прилетает 15 рублей. Покупаем на 200 рублей, 45, на 400, 100 рублей. Давайте опустимся чуть ниже, и посмотрим, что пожирнее. Вот ликер Белуга, по 1 октября работает данный оффер. Если мы тратим больше 3-600 рублей, то 1000 рублей нам возвращается. Это отличный подарок, можете таким образом сэкономить. Чтобы отсканировать чек, нажимаем на кнопочку с фотоаппаратом, и все дело это сканируется. Ну и последнее приложение, которое я так и не смог протестировать, называется Рахмет. Под прошлым видео, очень много человек из Казахстана писали, что приложение Круто не сканирует чеки из Казахстана. И ребята интересуются, как можно зарабатывать на чеках именно в Казахстане. Я нашел такое приложение, называется Рахмет. Можно регистрироваться только пользователем с казахстанскими номерами. Давайте посмотрим список заведений, пусть будет город Алмата. Здесь различные кофейни, фастфуды, бары, караоке, развлечения. Ну и вот, допустим, мороженое. Свитпоинт 5%, Космус, кэшбэк 10%. В ТРЦ до стык Плаза можете купить такое мороженое и получить с чека кэшбэк. Напоминаю, что если хотите провести эксперимент, сколько получится заработать на каком-нибудь левом чеке или на нескольких левых чеках, то ставьте лайки. Ссылки на все приложения будут, конечно же, в описании. Промокод для приложения Круто тоже там будет. А на этом все. С вами был канал Деньги в Интернете. До скорого. Субтитры сделал Dеньги в Интернете. Субтитры сделал Dеньги в Интернете.